Вот обожаю наших слуг народа, в том числе и за их эпичные высказывания. Ну вот одно из таких, на медне опять слуха, бласкало «Мы содержим пенсионеров». А вот и один из тех, кто содержит, знакомьтесь, экс-журналист, не могу я таких журналистами называть, ну да ладно, экс-журналист, а ныне депутат Госдуры Петр Толстой. Полжизни этот мужчина проработал в государственных СМИ, в том числе на Первом канале, которые, к слову, ни он, ни его коллеги не создавали, потому что создавали ту телекомпанию. Как раз сегодняшние пенсионеры и их предшественники полжизни этот мужчина получал зарплату из бюджета, который пополняли и сегодняшние пенсионеры, как раз, ну пока на пенсию не ушли, по крайней мере. А теперь вдруг выяснилось, что это он их содержит. Вот это поворот. Начинаем. Теперь напугаю вас. Памфилова со своей бандольерой разошлись не на шутку и рекомендовали главному национальному телеканалу страны отложить показ четвертой части фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине до лучших времен, потому что, мол, кино может быть расценено как незаконная агитация за одного из кандидатов, хотя никаких признаков агитации в том фильме сама Памфилова, конечно же, не увидела, но на всякий случай пресекла. Слушайте, беда. Остался, похоже, кандидат номер один. Совсем без телевизионной поддержки придется, видимо, довольствоваться малым, ну чем-то вроде этого. И вначале важные заявления Владимира Путина, которые он сделал, выступая на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей. Владимир Путин сегодня провел встречу с доверенными лицами. В гостином дворе собрались около 500 человек. Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигир. Одна из самых необычных для российского президента встреч состоялась сегодня в Перми. На выставке достижений информационных технологий руку Владимиру Путину пожал робот. А пока фаворит избирательной гонки был фактически отлучен от эфиров СМИ, то есть, по сути, сложилась такая ситуация, когда даже заступиться за кандидата по большому счету некому, налетели стервятники. Навальный в очередной раз погрозил пальцем в Ютьюбе, Грудинин что-то там сказал в ВКонтакте, про украинские медиа вообще молчу. Но хуже всех поступила теледива Собчак, которая является для Владимира Владимировича серьезнейшим конкурентом на этих выборах. Так вот, эта дамочка обратилась в Верховный суд с жалобой на регистрацию главного в качестве кандидата в президенты. Мол, неконституционно, от совести у людей нет. Хорошо, хоть у нас в стране суды независимые принимают решения, какие надо, в смысле правильные, в смысле справедливые. И вот, честно скажу, я выдохнул, потому что вся эта история меня держала в напряжении почти двое суток. Это ж какая интрига, а если судья по иску Собчак окажется небеспристрастным и возьмет досогласиться с ней? Хорошо, что второе имя российского правосудия объективность, ладно. Это реальная журналистика, сегодня на позитиве, поехали. А вот этот абзац, ребята, появился в сценарии буквально в последний момент, перед самой записью я его туда вписал, потому что осознал, не могу пройти мимо данного бреда и не высказаться. Речь идет об официальном комментарии официального представителя МИД России, уже любимой всеми нами Марии Захаровой. Короче, о высказывании этой дамы относительно погибших в Сирии россиян в ночь с 7 на 8 февраля. Кто не слышал, послушайте, потом продолжим. Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан – это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не 10. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих. Поняли? Предположительно там было пять человек, которые мы не знаем, как туда попали, но это точно не военнослужащие. И подобное она несет из раза в раз на протяжении нескольких лет уже. Слушайте, вот мне даже просто интересно стало посмотреть на того дурака, которому все эти бредни льют в уши, и человек свято в них верит. Блин, такое ощущение, что речь идет не о Сирии, где с 2011 года война ведется, а о каком-то удивительном курорте, куда предположительно, как отметила Захарова, опять поехали какие-то русские туристы дикарями, попали под замес. А Миду, блин, снова за этих отдыхающих отдуваться приходится. Ну вот прут и прут туда туристы косяками, и что ж ты с ними будешь делать? Господа, еще раз, если среди вас действительно есть такие, кто правда верит, что в Сирии сейчас как раз разгар празднования Дня Нептуна, вы напишите мне обязательно, я хочу с таким человеком сфотографироваться. Здравоохранение российское давненько добрым словом не поминали, а в этой сфере в нашей стране всегда есть чем похвастаться, там только успехи. Потому что и вот, пожалуйста, очередное доказательство того, что чиновники от Минздрава недаром свой хлеб едят. Вот эти фото мне буквально вчера прислал один из моих зрителей из Новочеркасска, у которого в больнице оказался близкий родственник. Речь о горбольнице номер 3, у клиники, кстати, есть очень приличный сайт, очень грамотно, красиво и качественно сделан, но образцово-показательное медучреждение просто, во всяком случае, так может показаться, а вот теперь обратная сторона того сайта из виртуальной реальности в действительность. Давайте прогуляемся. Справедливости ради надо сказать, что даже в таких скотских условиях врачи работают как папы Карлах и дело свое знают. Я почитал отзывы на форумах, я выслушал мнение человека, который мне прислал всю эту красоту. Представляете, люди жизни спасают, несмотря ни на что, за копейки, в хлеву в этом. А начальник их непосредственный, министр здравоохранения Скворцова, вот я долго думал, но все-таки не придумал, как это, то, что вы увидите дальше, можно охарактеризовать. Так что без эмоций, ну сами послушайте. Я прежде всего хочу вас проинформировать еще раз о том, что мы не отходим от главного конституционного принципа бесплатной медицины для всех. Ага, а я-то думал, что у нас уже четверть века, как медицина не бесплатная, а страховая это на самом деле так. Но министру, как видите, об этом сообщить забыли, тогда че мы удивляемся, продолжаем. А вот сейчас хочу пригласить вас в Екатеринбург и показать, как должно выглядеть истинное лицо добродетели. Этого человека зовут Валерий Савельев, на фотографии он с дочерью, сейчас поймете, почему выбрал именно эту фотографию. В интернете об этом господине с легкостью можно найти информацию, согласно которой он политик, меценат, очень большой благотворитель, сейчас вот депутатствует. А еще видный партфункционер, разумеется, о парке реальных дел. Я сейчас говорю, короче, непревзойденный молодец, ну памятник надо дядьке поставить уже при жизни, наверное. Впрочем, давайте подождем с памятником и посмотрим один видеоматериал, он интересный, правда. Внимание. У нас просто нет больше другой такой площадки, которая бы вместила такое большое количество народов. Репетиции на сцене Дворца культуры Химаш идут ежедневно. Детский танцевальный коллектив «Гавроши» готовится к всероссийскому конкурсу. Но эта поездка в Москву может стать последней. В мае у коллектива, как и еще у 20 спортивных, танцевальных и музыкальных секций, истекает договор аренды в ДК. Мы разговаривали, к сожалению, это была не беседа за круглым столом, это был телефонный звонок, и на мой вопрос, что нам делать и куда нам идти, нам ответили, что ищите площадку для танцев. Дедушка Татьяна Пелагейной 50 лет назад строил это здание. Родная тетя, выпускница одного из коллективов. Сегодня актриса театра имени Станиславского в Москве. Как думаете, зачем я вам показал этих детей, которые занимаются в том ДК, и которых почти тысяча человек, 20 секций и кружков на минуточку сегодня в Доме творчества работают? Правильно. У ДК есть хозяин. 15 лет назад его выкупил тот самый меценат Валерий Савельев, и вот сейчас господин меценат собирается ДК снести, а на его месте построит жилой комплекс. Нет, хозяин барин, конечно, его здание что хочет, то и делает, но есть в этой истории одна небольшая загвоздка. Микрорайон Химаш, где проживают эти дети и их родители, находится на таком отшибе. Про него смело можно сказать только самолетом, оттуда реально не добраться, оттуда не выбраться. Хотели протянуть метро, так и не протянули. Единственный вид транспорта, который ходит в те края троллейбус, и вот чтобы доехать с того Химаша до Большой Земли, придется убить часа полтора-два в одну сторону. ДК сегодня, а сегодня едва ли не единственное спасение для их детей, для их мам и пап, но закон и денег, они же для меценатов всегда превыше всего остального, тем более для депутатов. Ну а дети, а че дети, пусть пиво по дворам учатся глушить, да кошельки подрезать в транспорте, как вариант, лишь бы не было Майдана в конце концов. Ладно, это была реальная журналистика, и сегодня вот так. Думайте, на моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, гимнастики для ума еще целый вагон. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть чем себя занять. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока, пока. Прочиталась статью, что россияне стали больше выпивать. А как, блять, в этой стране не пить, ебаный в рот? Я вот не пью, тяжело справляюсь, блять. Реально.